25 марта 2024 года в Московском Доме Национальности состоялось знаковое мероприятие, которое было организовано и проведено BCMF – Bricks Culture Media Forum – в партнерстве с Альянсом Народов Мира, Московским Союзом Цыган и информационным порталом Культ.ру. Народный артист России Роман Грохольский выступил с инициативой о создании Международного культурного центра Bricks в столице России – Москве. Эта яркая, исторически востребованная инициатива была всецело поддержана всеми участниками дискуссии. С нами очень почетный гость, который давно любит Индию. И моя особенная такая персональная благодарность этому гостю, то что он предоставил красивые изображения Господа Рамы, Ситы и Ханумана, то есть всего, можно сказать, вот этого пантеона индуистских богов, нашему чемпиону мира по шахматам, который являлся, как раз представлял во время предвыборного штаба Путина, ездил, образовывал, так сказать, давал какие-то просветительские лекции. Спасибо огромное за ваш подарок, Александр Михайлович. Ну, вы как давний друг Индии, вы как создатель такой уникальной, можно сказать, модели спасения человечества через здоровье, потому что у нас даже в русском языке, когда мы видим друг друга, мы говорим «Здравствуй», то есть мы желаем здоровья. Со здоровья начинается все остальное. Если у тебя есть здоровье, значит у тебя есть возможность для того, чтобы радоваться жизнью и все остальное достаточно позитивно. Президент компании «Вилатон», создатель многих уникальных продуктов, очень конкурентных. Мы сейчас активно выходим на индийский рынок, уже совершили первую и потом вторую, так сказать, нашу такую делегацию. И надеемся, что Александр Михайлович посетит тоже Грозный, вот, если здоровье позволит. Поэтому сегодня вам слово, Александр Михайлович, с удовольствием послушаем вас, пожалуйста. Поделитесь своими новыми открытиями научными, новыми наработками. И желаем вам вот в этот день Великого Поста, конечно, крепчайшего здоровья, восстановиться как можно быстрее. Увидите, вы как показываете мощь русского человека, несмотря на то, что недавно пережили суть, вы все равно, как говорится, в потоке вот такой активной, интенсивной общественной деятельности. Спасибо. Главное – жить. Да, да, да. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пошли. Сейчас действительно очень значимое сегодня сообщение. Спасибо, Сережа, что ты слышишь меня и все наши друзья. Вот. Именно почему? Потому что сегодня, к несчастью, больший процент нашего народа и населения, вообще планеты, может быть, и Вселенной, сегодня занимается, конечно, враньем. Враньем на вранье, и поэтому враньем погоняет. Смысл заключается в том, что, что бы мы ни взяли, вот, например, любое какое-то производство, и это производство лживое, лживое и искусственно, чаще всего искусственно создано для того, чтобы человечество уничтожить. Ну, к примеру, вот если я, например, делаю шоколад. Я делаю шоколад, чтобы он приносил пользу человеку, чтобы в нем не было ни сахара, ни меда даже. И таким образом я меняю вообще структуру жизни человека вообще, вот я говорю, во всем мире. И не просто меняю, а уже изменил. Например, если я, зная, что это без меда, без сахара, и я даю сладко, вкусно и красиво, и мало важно, что красиво, и эмоции тоже сюда включены. А то, конечно же, как бы это изменит нашу жизнь, это изменит, что я категорически протестую против того, что сегодня творится в мире, тонус сахара везде дают. И за что бы мы сегодня ни взяли, за любой продукт, который мы беремся, мы уже показываем то, что этот продукт не имеет права быть вообще в том состоянии, которым он сейчас ходит по всему миру. И везде уничтожает, в корень уничтожает вообще народ. Вот это самая большая трагедия, что за что бы мы ни взялись, в искусстве, в питании, в дыхании, неважно в чем. Вот если мы правду будем говорить, правду будем осуществлять, мы изменим эту жизнь в корень, просто изменим. Все, что сегодня создано, это все, соль, сахар, дрожжи, все это создано для того, чтобы уничтожить человечество. И сегодня нужно все сделать для того, чтобы покончить с этим, уничтожить это и пойти совершенно иным новым путем. Новым путем. Созидание. Созидание вот во всем, что бы я ни вижу, я беру любой продукт и делаю его так, чтобы он был полезный, а не вредоносный.